Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Корпоративная миссия АСЕРТ – это, пожалуй, основной инструмент у международного атомного сообщества. Руководители инспекционных служб электроэнергетического дивизиона высоко оценили уровень безопасности Смоленск АЭС. Сейчас вопросы безопасности культуры и безопасности поднимаются на высокий уровень. Мероприятие в рамках Всемирного дня охраны труда. Месячник по уборке города Вы должны быть достойны памяти наших предков. Войсковой части по охране Смоленск АЭС приветствовали призывников весны 2018 года. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Мощность в работе 19217 мегаватт, выработка 62 миллиарда 381 миллион или плюс миллиард 384 миллиона киловатт-часов к плану. Смоленск АЭС в работе. Третий энергоблок, нагрузка 1054 мегаватта. Первый блок находится в капитальном ремонте. 29-е сутки ремонта. Все работы в графике. Второй блок 21-го числа отключен. Неплановый текущий ремонт. Выработка электроэнергии за 23 дня апреля составила более 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 11 миллионов. С начала года выработано более 6,7 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 402 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В течение трех недель на нескольких площадках проводился второй дивизиональный чемпионат профессионального мастерства работников концерна «Росэнергоатом» «Реоскилс-2018». В итоге первое место в компетенции «Электромонтаж» занял электромонтер Смоленск АЭС Александр Буланцев и его наставник – инструктор учебно-тренировочного подразделения Александр Родичев. В компетенции «Дозиметрист» серебряными призерами стали представители отдела радиационной безопасности «Смоленск АЭС», дозиметрист Дмитрий Николаев и его наставник – ведущий инженер Константин Соломыкин. Дивизиональный чемпионат профмастерства «Реоскилс» проводится концерном «Росэнергоатом» для совершенствования профессионализма сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями и стандартами. Лучшие из лучших пройдут специальную подготовку и будут в составе команды концерна «Росэнергоатом» соревноваться в отраслевом чемпионате «Атомскилс-2018», который пройдет в Екатеринбурге с 30 июля по 3 августа. Задачи завершающего этапа подготовки корпоративной миссии «Ассарт» Международного агентства по атомной энергии в направлении «Независимый ядерный надзор» обсудили на Смоленск АЭС руководители инспекционных служб электроэнергетического дивизиона «Росатома». Корпоративная миссия «Ассарт» состоится в ноябре 2018 года. Эксперты МАГАТЭ проверят «Росэнергоатом» по 9 направлениям. Из них 4 обязательные – корпоративное управление, независимый ядерный надзор, людские ресурсы и коммуникации. Еще 5 центральный аппарат выбрал дополнительно – техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, закупки, противоаварийная готовность. Корпоративная миссия «Ассарт» – это, пожалуй, основной инструмент у Международного атомного сообщества для того, чтобы эксплуатация была поднята на максимально высокий уровень. Рассматривается, как эксплуатирующая организация, то есть центральный аппарат, обеспечивает выполнение своих корпоративных миссий, то есть в отношении всех станций. Рассматривается в центральном аппарате и по выбранным станциям. Смоленск «Аэсс» проверят по трем направлениям – корпоративное управление, независимый ядерный надзор, техническая поддержка. Всемирный день охраны труда, который в этом году посвящен охране труда молодежи и недопущению детского труда, замечательная возможность напомнить всем о значимости соблюдения правил безопасности на производстве и в повседневной жизни. На Смоленск «Аэсс» международная акция отмечается рядом мероприятий. 20 апреля в Кабинете по охране труда Смоленск «Аэсс» состоялось награждение победителей 4-го конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». Организаторы, администрация и профсоюзный комитет атомной станции приурочили его ко Всемирному дню охраны труда. На суд жюри юные художники представили более 125 работ, посвященных теме безопасности на рабочем месте, в школе, дома, на улице. «Маленькие, но уже такие ответственные. И вы не представляете, какую работу вы делаете большую, помогая нам здесь, в нашей работе, мотивировать взрослых на выполнение требований охраны труда, на то, чтобы они работали безопасно, на то, чтобы они не травмировались, чтобы они сохранили свое здоровье и всегда здоровыми приходили домой». Первое место в разных возрастных категориях заняли Анна Марцвеладзе, Елизавета Вавулкова, Алина Хабарова, на втором месте Алиса Ращенко, Ксения Ладан, Мария Калитина. Третье место заняли Дарина Галдина, Тимофей Коновалов, Надежда Ифанова, Степан Крылов, София Сокольская. «Я нарисовала, как папа шел на работу, а малыш давал ему каску. Он забыл, типа, каску на работе». «А что это значит? Для чего малыш ему каску давал?» «Потому что вдруг молоток упадет на голову. А если бы каска была, то он бы упал, и папа ничего не почувствовал бы». «Надо смотреть под ноги, потому что лбы могут разбивать даже ноги». «Это так назывался твой рисунок?» «Да». «В преддверии теплого, надеемся, лета у вас будет больше свободного времени, вы будете больше одни, у бабушек, у дедушек просто. И у меня к вам большая просьба, не забывайте о том, что вы сейчас о чем рисовали, что обсуждали с родителями, чтобы для вас не только охрана труда, но и безопасность вашей жизни была всегда в голове». Всем победителям и призерам были вручены дипломы и подарки от профсоюза САЭС. Еще одним замечательным сюрпризом для юных талантов стало посещение интерактивного кабинета «Смоленск-АЭС», где они познакомились с атомной энергетикой, современными системами безопасности атомных станций. Также в этот день прошел конкурс на лучшее знание правил охраны труда среди студентов 4-го курса Десногорского энергетического колледжа, который проходит производственную практику в подразделениях атомной станции. «Вы молодые люди, которые потом придут в производство, какое бы оно ни было, когда вы будете изначально увлечены в вопросы безопасности, это будет большой плюс изначально, потому что не секрет, что сейчас вопросы безопасности, культуры безопасности поднимаются на высокий уровень». Конкурс представлял собой тестирование на компьютере в электронной системе «Экзаменатор». Практикантам нужно было ответить на 10 вопросов, касающихся знаний правил охраны труда. По итогам конкурсных испытаний первое место заняла Татьяна Бушуева, которая дала 70% правильных ответов. Второе место у Светланы Стародубовой, третье место у Катерины Герасевой. «Я очень, конечно, рада, что удалось победить в этом конкурсе». «Вопросы сложные были?» «Не совсем. Ну и были пару, к сожалению, на которые не смогла ответить правильно, но есть к чему идти дальше». Все призеры получили в награду подарки от профсоюзной организации «Смоленская АЭС». «Знания, которые вы получаете и получите с точки зрения охраны труда и охраны своей жизни, это тот фундамент, та основа, на которую ляжет потом ваша производственная деятельность. Ну, все, что потом будет, оно все равно будет базироваться именно на этих знаниях». В городе продолжается месячник по уборке, который завершится 28 апреля общегородским субботником. В нем принимают участие трудовые коллективы «Смоленская АЭС», предприятий и учреждений города, общественные организации. Каждый житель может внести свою лепту в наведение порядка и чистоты во дворе своего дома. «Мы участвуем в субботнике «Зеленая весна» уже в пятый раз. Убираем, за «Смоленской АЭС» закреплены два участка территории, то в первом микрорайоне и в третьем. Мы убираем территорию от листвы, от мусора, от песка. У нас участвует каждый день 30 человек в субботнике, представители больше 20 подразделений «Смоленской АЭС». Также у нас на каждом участке две единицы техники, предоставляемые «Атомтранс». Вывозим мы все на специально оборудованный полигон, выделенный нам городскими властями. Также мы ремонтируем малые формы на участках наших закрепленных. Будут отремонтированы все лавочки, покрашены все лавочки и урны. Так что будем стараться на благо жителей нашего города. Краткий экскурс в жизнь современной армии получили будущие призывники Десногорска. На территории учебно-тренировочного городка войсковой части 3678 по охране «Смоленской АЭС» состоялся день призывника. Социально-патриотическая акция организована в рамках реализации соглашения о взаимном сотрудничестве атомной станции и администрации муниципалитета. В самое ближайшее время 35 молодых десногорцев вступят в ряды вооруженных сил. Вы должны быть достойны памяти наших предков, ваших отцов и дедов, потому что мы живем с вами на Смоленской героической земле. В учебно-тренировочном городке, где проходят занятия служащих войсковой части 3678, призывники познакомились с вооружением и военной техникой. Потренировались в стрельбе, в интерактивном тире, пообщались с военнослужащими. В завершении всех угостили настоящим солдатским обедом в полевой кухне. По мнению организаторов мероприятия, такие экскурсии помогают будущим солдатам быстрее адаптироваться к службе в тех частях, куда они направятся. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин